23 июня был дан старт акции «Дорогами славы» в Светлогорском районе, где первый Белорусский фронт под командованием Константина Рокоссовского осуществил прорыв фронта. Именно это самое знаковое событие лета 1944 года. И там же установлен памятный знак «Багратион» в месте начала легендарной военной операции. Сегодня в Беларуси живет уже пятое поколение потомков-победителей, которому, к счастью, незнакомы ужасы войны. Но для того, чтобы сохранить этот мир, страшные события прошлого не должны быть преданы забвению. То количество инициативных людей с активной жизненной позицией, которые нас окружают, вселяют уверенность в завтрашнем дне и веру в достойное будущее Беларуси. 27 июня акция прошла в Бобруйске. Старт масштабному мероприятию и автопробегу был дан в деревне Сычково. Мы хотим всеми патриотическими силами страны доказать то, что цените нашу независимость и знайте, какой ценой досталась нам наша победа. Автопробег объединяет Бобручам тех возрастов, которые чтут память своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Это дань уважения и благодарности за их героизм, мужество и отвагу. В мероприятии символично 80 авто, а это без малого 350 человек. Конечный пункт – мемориал жертвам фашизма. Цветы к месту всенародной памяти возлагают руководство города, представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь. Бобрусь действительно не забывает эти события. Видите, какие происходят у нас акции. И сегодня акция «Дорогами славы» прошла через город Бобрусь. Это очень приятно. И сегодня теплые слова звучали от ветеранов. Это наш долг перед теми, кто освободил нашу страну. Избавили Беларусь, Советский Союз, весь мир в целом, а то есть самой коричневой чумы фашизма. Кульминационный момент мероприятия – торжественная передача точных копий штандартов 1-го и 2-го белорусских фронтов руководству города. В рамках акции «Патриоты Беларуси» совместно с Федерацией профсоюзов оцифровывают памятные места. Только в этом году планируется установить знак проекта «Сохраним историю» на тысячи памятников, мемориалов и братских захоронений. Не стал исключением и город на Березине. За пять дней ожесточенных и кровопролитных боев во время наступательной операции войны 1-го Белорусского фронта уничтожили 25-тысячную группировку нацистских преступников, освободив Бобруйск. Мой отец под Титовкой наблюдал именно окружение вот немцев. И 14-летний паренек все это видел своими глазами. Моя мама в Осипойском районе, там есть населенный Кункомарин, была там в беженцах. То есть для моей семьи и для тех семей, которые здесь находятся, это свое, это родное. И важность этого мероприятия, чтобы мы это передали следующим поколениям. Чтобы они это помнили, помнили те герои, которые освобожали землю, которые полегли здесь. И чтобы этого больше никогда не было, потому что война тут страшная. Следующий пункт маршрута – открытая площадка хоккейного клуба «Бобруйск». Тут сразу после кинолектория одно из самых ожидаемых событий – концерт звезд белорусской эстрады. Сотни зрителей собирались, чтобы насладиться музыкой, талантом профессиональных исполнителей. Все нравится, все супер. Надо помнить память наших предков, что они сделали для нашей Родины. Как концерт. А мы смогли дальше любить и ценить свою жизнь. А завтра мы придете? Конечно. И послезавтра. Сразу после Бобруйска маршрут славы отправится в Червинский район, Полоц, Гродно. Завершится информационно-просветительская акция 28 июля в Бресте. В день, когда территория Беларуси была полностью освобождена от захватчиков. Дорогие друзья, поздравляю Бобруйск с праздником Днем города, Днем освобождения из публики Беларусь. Нашему городу хочу пожелать мирного неба, но это самое главное. Пускай все ваши мечты сбываются. Будьте любимы и счастливы. Шквал эмоций, крики, браво и бурные аплодисменты. Атмосфера праздника, счастья, уважения и памяти к погибшим во имя мира на земле воинам. Виталий Гаврусев, Кристина Арианц, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев, Бобруйск, 360.